Жизнь дана такая Глава 1. Скрытый мир Где-то на краю земли располагалось место, принадлежащее драконам. Это место прозвали скрытым миром. Из-за того, что ни один человек не смог найти это место, именно здесь, в царстве ящер, мы и начнем нашу историю. Двое влюбленных драконов, Линда и Роланд, с нетерпением ждали вылупления своих деток. Два яйца были белые, как их родители, но третий их малыш был черным яичком с белыми пятнами. Вскоре вылупились дети. Линда и Роланд были не себя от счастья. Когда появился третий малыш, родители заметили, что он не похож на остальных. Он был, как яйцо, черно-белым. Родители все-таки оставили третьего малыша и назвали его Любопытный Нос. Беляш, Ирина и Белоносик в этот день стали частью семьи. Но брат с сестрой не взлюбили Белоносик. И когда родителей не было рядом, они всячески пытались его задеть. Любопытному Носику было пофиг на брата и сестру, но ему было одиноко и обидно, что он не такой, как все. Прошел год с того момента, как они вылупились. Белоносик все еще был один. И вот однажды он встретил дракона его возраста по имени Адель. С первого же дня они стали лучшими друзьями и все время проводили вместе. Но вскоре Адель сообщила грустную новость. Она с родителями улетает в другую часть скрытого мира. Навсегда. Адель с Белоносиком провели последний вечер вместе. А утром она вместе с родителями улетела. И Белоносик вновь остался один. Конец первой главы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok